Добрый вечер, Москва. 8 часов 5 минут московское время. Меня зовут Михаил Гуревич, и мы начинаем решительно новую программу на радиостанции Финам-ФМ. Сегодня понедельник, не пятница, но 13-й, даже не знаю, что лучше. Сегодня старый Новый год, еще день печати, какой-то такой бесконечный праздник, который все никак не закончится. У меня отдельная дата, новая программа, блокпост. Блокпост. Пока название такое, блокпост. Как оно будет дальше, я не знаю, потому что, знаете, когда ребенок рождается, иногда его называют одним именем, потом со временем или родители меняют свое мнение, или сам он как-то по ходу жизни изменяется и начинает себя называть как-то по-другому. Может, и у нас так получится. А, возможно, все останется по-прежнему, и будет программа блокпост. Немного о сути программы. Блогеры, активные пользователи Фейсбука становятся все более и более интересными. В жизни это самые разные обычные люди. Многие из них довольно известны в качестве, там, всякого рода генеральных директоров, успешных предпринимателей, даже певцов. Ну, а в интернете у них еще есть свое мнение по разным вопросам. Мнение интересное, зачастую нестандартное. Вот это мнение мне интересно услышать и им поделиться с вами. У меня, кстати, тоже есть мнение. Скрывать я его не буду, но и педалировать не собираюсь. То есть говорить будем обо всем, в смысле не только о политике, но ведь каждый гость еще и профи в какой-нибудь своей отрасли, поэтому и о том, о чем гость знает особенно хорошо, говорить будем тоже. Сегодня у меня в гостях первый мой гость, такой гость на генеральном прогоне, поэт, я так понимаю, теперь запятая песенник, Александр Елин. Добрый вечер, Саша. Здравствуйте. Так ты поэт-песенник или поэт с запятая песенник? Я сейчас между двумя шестками, я пересаживаюсь с шестка, каждый знает свой шесток, вот я пересаживаюсь с шестка либретиста, когда я писал только песни, на шесток поэта, когда я хочу прямо продвигать в данный момент в фейсбуке, в сети стихи, которые я прямо пишу каждый день. Так что вот такой шестка на шесток у нас сегодня, поэт, запятая песенник. В прыжке, поэт в прыжке. Забыл напомнить, телефоны в студии 65 10 99 и 6, код города 495. Назвоните, ну и пишите на сайт Финам.фм, на страничку программы Блокпост. Во-первых, со старым Новым Годом тебя. Спасибо. Со старым Новым Счастьем. С СНГ, как сейчас говорят. Нет, СНГ это обычный Новый Год, а это с СССНГ. С СССНГ. Да, со старым Новым Счастьем и со старым Новым всем остальным. Ты вообще справляешь? Я вообще справляю каждый день. Старый Новый Год? Я всякий праздник справляю каждый день. Когда приходится на Старый Новый Год, я справляю Старый Новый Год. Понятно. А как? Каждый день, как праздник. Какое-то отдельное для этого действие. Доедаем все, что осталось с Нового Нового Года. Снова. Понятно. И много еще в холодильнике-то? Все уже, на самом деле. Надо заканчивать с праздниками, надо начинать на самом деле работать. Мы живем в потрясающей стране, у нас бесконечная эта вереница. Впереди 23 февраля, кстати, в этом году, к счастью, оно приходится на выходные, поэтому дополнительного выходного дня не будет, но в течение года мы обязательно всех нагоним. Суть программы заключается в том, что мы обсуждаем то, что человек сам пишет у себя в Фейсбуке, о том, что его интересует, ну и о том, что интересует меня, как-то пытаемся вот через его мнение это дело пропустить. А, пожалуй, начнем с такой главной новости, которая и мне, Александру, исторически, скажем так, известно. Сегодня проходят похороны бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, который скончался в минувшую субботу, погребен он будет неподалеку от своего семейного ранчо в пустыне Негев, рядом с могилой его второй жены. Для тебя что-то говорит вообще? Вот это что он говорит для себя? Ариэль Шарон. Потому что, знаешь, это такая странная штука. Пока он был жив, пока он был активным политиком, за рубежом, за пределами Израиля, о нем, ну, как бы, говорили, но достаточно мало. В основном вспоминали Сабру и Шатилу. Ничего такого более существенного. Сейчас туда приехал вице-президент США, глава, спикер Государственной Думы Нарышкин, главы разных европейских держав, превозносит его как такого мирового лидера, и действительно как человека, который умел по ходу своей жизни изменять свои политические взгляды, но не в угоду там какому-то деньгам там или прибыли какой-то, а, наверное, все же в угоду обществу и народу. То есть, напомню, что родился он вообще-то в социалистической семье. Дальше он был одним из политиков правого такого истребинного толка. Опять же, Сабра и Шатила. Знаменитый прорыв танковой бригады 101-й во время войны судного дня. Это Октябрьская война, когда, в общем-то, этот прорыв предопределил исход битвы. А далее, по ходу, когда он стал премьер-министром, сначала он зашел на Храмовую гору, что вызвало интифаду восстания палестинцев, а в итоге он ушел из газа, причем в одностороннем порядке, без всякой договоренности с палестинцами. То есть, вот человек, который кардинально менял свои взгляды, менялся сам, менял страну. Что он для тебя значит? Ну, вот я считаю, что это самое главное качество политика. Конечно, его значение для мировой истории, для человечества, для цивилизации и так далее. Сейчас рано об этом говорить, наверное, будет понятно когда-нибудь. Потом, нашим потомкам. Но сам факт того, что политик живет не стереотипами и не догмами, а правильной сиюминутной выгодой для тех людей, которые верили ему в свои судьбы, это ровно так и есть. Особенно, если это маленькая страна, которая все время воюет. То там не просто судьбы, а жизни часто. То очень важно, чтобы этот человек, докончу свою простую мысль, очень важно, чтобы этот человек руководствовался, когда ветер дует справа, то паруса надо проставлять в одну сторону. Когда слева, то в другую. И никто не имеет права ему в этот момент сказать, что как же ты поменял убеждение, ты повернул паруса. Но ветер-то поменялся, и ситуация поменялась. И мы знаем, что в сегодняшнем мире ситуация, цивилизация меняется очень быстро. Не то, что ситуация. Ситуация вообще меняется ежедневно. Поэтому я считаю, что любой политик, который дистанцируется сегодня от какой-то политической догмы, молодец. И все вот эти истории о том, что кто-то либерал, а кто-то коммунист, это все ветхие, совершенно никому не нужные в сегодняшнем мире истории. Нельзя сегодня быть ни коммунистом, ни либералом, ни правым консерватором. Все эти ярлыки, они давно обветшали и отпали. Сегодня нужно быть только прагматиком, который жестко понимает, что нужно сегодня его народу. И все. А как можно выбирать между политиками, где один прагматик и второй прагматик? Какой прагматичнее, что ли? Ну, я, во-первых, против того, чтобы выбирать вот именно вот в таком общем смысле демократическом. Здесь выбор, как правило, кончается выборами не прагматика, а популиста. Но, тем не менее, выбирать надо действительно между двумя прагматиками, один из которых больше прагматик, чем другой. Но уж точно не между прагматиками и пустозвонными. Ну, то есть физиономика будет побеждать. У кого лучше? Нормально. Я считаю, что человек, политик по-любому обязан манипулировать паствой своей, да? То есть людьми, которые верили ему в свои судьбы. Если он умеет манипулировать этими людьми на предвыборном этапе, он и потом у него получится. Не обязательно же манипуляция злобная, да? Человек может быть совершенно... Мы знаем множество исторических примеров, героев, памятники, которым стоят, которые тоже поднимали людей на борьбу. Что такое он поднял людей на борьбу? Он манипулировал огромным количеством людей, заставил их сняться с места, пойти и так далее, да? Не бывает никакой войны без вождя, никакой революции без лидера. Там действительно была такая великая картинка. Вот в 1973 году, когда танки этого Шарона возвращались из Синая в Израиль, то на танках было написано «Арик царь Израиля». То есть Ариэль Шарон. Ну, мы знаем, как израильтяне любят гиперболизировать всякие слова. Но это танкисты писали, это писали военные. Ну, это терминология, как «Спартак чемпион» приблизительно. Ну, в общем-то, это даже 101-ая бригада. Большего это не так, как в России воспринимается, ментально просто в Израиле. А вот давай вернемся все же вот к политикам. С другой стороны, политиков, наоборот, обвиняют в том, что они предают свои принципы. То есть я проголосовал за программу, за политика, а он дальше изменил своим принципам и стал совсем другим. Вот здесь мы подходим к очень важному моменту, Миша, на котором я бы хотел сосредоточиться, как человек, имеющий отношение к политике. Если политик допускает критику подобного рода, это значит, что он мало разговаривает с людьми и не объясняет, почему именно он сегодня изменил своим принципам и сменил курс. Это самое его уязвимое место в этот момент. Потому что если человек пришел к победе на выборах под одними лозунгами, а ситуация в мире, в жизни изменилась, и он вынужден этими лозунгами пренебречь и на пользу народу делать что-то другое, он обязан выйти и подробно объяснить тем, кто не понимает, менее подробно тем, кто не желает понимать, и жестко объяснить тем, кто ему оппонирует. Это где он должен сделать? В фейсбуке? Это он должен сделать у политиков, особенно которые пришли на выборах к победе, особенно тех, кого мы знаем близко по разным странам, у них огромное поле для того, чтобы объяснить. Я даже знаю одного покойного политика, которого у нас в стране очень любят, а я немало стишков написал и по поводу его жизни, и по поводу его смерти, это Уга Чавес, который каждый день часами выступал по телевизору. Что он делал? Он объяснял своему народу, почему тот плохо живет. И народ по-прежнему живет плохо, но счастливо, потому что ему хотя бы объяснили, почему это. Это, к слову, то, чем занимались коммунистические вожди Советского Союза. Они хотя бы все время объясняли народу, почему он живет плохо. Народ очень нуждается в объяснении. Но таким образом к власти должны прийти журналисты, постоянно во власти находиться, потому что именно журналисты могут ежедневно объяснять, что делать. Мы видим по опыту мировому, что к власти кто только не приходит. И в том числе и адвокаты, и журналисты, и военные, и даже актеры. — Да, кстати, у актеров неплохо, на самом деле, получается. Ну, завершая такую тему с Риэлем Шароном, скажи, пожалуйста, вот все равно есть ощущение, что есть политики старой волны до информационной, есть политики новые, вот которые сейчас. Сейчас они какие-то, ну, менее крупные, что ли, тот же Обама. Да, вот, там его сравнивали когда-то с Кеннеди, но Кеннеди велик. — Миша, я читал одну историю, я понял твой вопрос, сразу тебя перебью, прости, дорогой. — Давай. — Да, я читал одну очень интересную мысль о том, что сегодня практически прошла эпоха научных гениев. Какие-то открытия, серьезно меняющие мир, совершаются группами людей. Не одним человеком, вот, как раньше был, там, Ньютон, да, или Гейлю Сак, прости за это слово в прямом эфире, или это даже два человека. — Это я читал, опять же, в Фейсбуке я читал мнение, что Мизулина предлагает запретить. — Я дочитал тоже. Так вот, я хотел сказать, что сегодняшние политики, это, конечно же, представители неких групп, и все решения принимаются группой, и сейчас не время и не эпоха вождей. Вожди были в сельском хозяйстве, когда общество было преимущество сельскохозяйственное, люди жили статом, и нужен был вождь-вождь прямо, да? Сейчас вождь не нужен. Сейчас нужно правильное коллективное управление. И очень важно, чтобы человек, который кем-то или чем-то руководит, обязательно вокруг себя имел правильную команду. Раньше команда была второстепенна. — Но сейчас главное. А мне вот другое волнует. Меня волнует, что мы знаем, как они пукают, что они кушают, кому они улыбаются. Вот Обама приезжает на похороны Манделлы, да, и делает то, что называется селфи с премьер-министром Дании. И как-то, ну, несерьезно. — А потому что мы тащим наши предрассудки из той эпохи, когда мы еще помним, что такого не было. А дети наши уже к этому относятся совершенно нормально. А внуки наши так вообще будут на это, как говорится, отсекать это как совершенно лишнюю и ненужную информацию. Это такие... Как правильно сказать? Ну, это что-то такое, что поражает тех людей, вытаскивается из сегодняшнего дня, да, и ударяет в мозг заскорузлый, старый. И вот та наша часть, которая еще живет в доинформационную эпоху, а мы тогда родились, мы тогда заканчивали школу, да, я слово «компьютер» первый раз услышал, когда мне было немножечко за 30, и так далее, да, все было вообще по-другому. Конечно, у меня часть мозга думает так, как мы думали в 70-е годы. И тогда это казалось каким-то совершенно вообще диким. А на самом деле это не дико, это просто так есть. Поколение сменяет поколение. Это современные реалии, к ним надо привыкать. А по финалу этой нашей темы, я думаю, пора завершать, у нас много еще, что стоит обсудить, не столь грустно, иногда куда более веселое. Но давай послушаем радиослушателя, который вот к нам обратился. Александр у нас на линии. Александр? Алло, алло. Да, добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я хотел обратиться к Александру. Я вспомнил, как вначале сказал, что по ходу жизни и у программы меняются имена, и у людей. Да, да, да. Вот и у вас. Два вопроса на ремарке. Первое. Я бы очень хотел почитать где-нибудь творчество Александра, и где это можно сделать, если возможно, чтобы он ответил. Да, пожалуйста, в Фейсбуке. Прямо Александр Елен, набирайте в Фейсбуке, сразу видите. Понял. Второй вопрос. Просто меня взволновавший. Скажите, пожалуйста, а почему вот в нашей стране, да, смерть Ариэля Шарона, в общем-то, который фактически умер еще 8 лет назад, 6 лет назад, обсуждается настолько живо, да? А вот смерть Калашникова, человек, который легенда, в принципе, как-то она так это осветилась, вроде бы как, и все. Ну, это... Вот действительно. Это второе вопрос, мне бы хотел послушать. Спасибо, спасибо, Сергей. И еще одна ремарка есть просто. Вот мне очень понравилось... Алло, алло. Да-да, мы с вами. Мне очень понравилось ваше выражение о том, что современно, да, индивидуумов стало мало. Я хочу сказать, что да, действительно, сегодня всем управляют стаей, так сказать, сбиваются в стаи. Вы знаете, что-то это напоминает, начинает вот волчарню. Вам не кажется? Нет, вы знаете, мне вообще совершенно не кажется. Я абсолютно под другим углом зрения на это смотрю. Люди всегда сбивались в какие-то коллективы. Просто раньше роли этих коллективов была меньше. Слово «стая» не имеет никакой ровно-отрицательной коннотации. Вообще мы наделяем животных теми свойствами, которыми они не обладают. Дай бог нам быть иногда... быть такими гуманными, как некоторые животные и так далее. А про Калашникова мы ответим сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами на Финам.ФМ. Продолжаем программу «Блокпост» студии Михаил Гуревич. И в гостях у меня поэт-запятая песенник Александр Елен. Телефон студии 6510996, код города 495. И сайт Финам.ФМ на страничке программы «Блокпост» в полном вашем распоряжении. Саша, давай, прежде чем двигаться по темам далее, ответим, почему Калашников не так, а вот Шаронов. Во-первых, я видел, что Калашникова похоронили с не меньшими почестями. Просто надо прекрасно понимать, что политики общаются с политиками, изобретатели с изобретателями. И Калашников не изобрел пенициллин. Это правда, я не отрицаю ни в коей мере его величие и так далее. Но он изобрел что-то, что, в общем, способствовало тому, что множество людей было убито. Было бы, наверное, убито бы и по-другому, и из винтовки изобретателя другого. И тем не менее, я считаю, что политик просто для того, чтобы сохранить свое реноме и не получить каких-то уколов от пацифистов или от кого-нибудь еще, в этот момент немножечко дистанцируется от человека, который все-таки изобрел не пенициллин и не компьютер, и не что-то такое, что не способствует непосредственной гибели людей. Ну, условно говоря, а если бы Калашников изобрел какое-нибудь суперское бактериологическое оружие? Ну, Сахаров изобрел. Да, атомную бомбу. Ну, а помнишь, сколько хоронили? Да, но он, тем не менее, хоронили не изобретатели атомной бомбы, хоронили правозащитные. Давай двигаться дальше. Все же хорошо, когда люди остаются как-то, мне кажется, не просто людьми, а вот какого-то уровня людьми, когда есть такая у них возможность. А тут вот следующая новость, которую я хотел обсудить. Прямо несколько новостей. У меня прямо действительно возникают вопросы. Какой-то такой мы живем в эпоху постмодернизма. Вот Илья Фарбер, учитель, отсидел в тюрьме, выходит из тюрьмы. Зачем-то топчется по каким-то звездам. А мне кажется, здесь все очень понятно. Вот подожди, да, вот это с одной стороны. С другой стороны, значит, Кураев, который, священник, который вдруг встречается с Пусси Райт, вот эта фотография, значит, две девушки с Пусси Райт, Кураев посередине входит к кафешке, пьем кафе. Ну, какой-то такой постмодернизм. Вроде это политика. Вроде об этом люди выходили за это или против этого. Люди выходили на демонстрации, писали письма. Я сам как бы действительно из-за девчонок, и чтобы отпустили этого учителя. Но когда вот это все превращается в некий такой постмодернизм, то даже у меня возникают вопросы. Что это такое? Ну, мы же все время говорим о том, что мы живем в информационном обществе, правильно? Да. У нас все время происходит война. Вот война, там, 50 лет назад выглядела, как огромные массы людей с автоматами Калашникова, к слову, да, или с другими какими смертоносными орудиями бегали и убивали друг друга за какую-то идею, за что-то. Сейчас особо не постреляешь и стреляют, в общем, как правило, только в тех странах, которые по уровню развития приблизительно на какой-то там, на 40-50 лет отстают от передовых стран, да, по общему уровню цивилизации. И, а в этих странах идет информационная война. Точно такой же огонь, точно такие же герои, которые бросаются... Не, герои, я понимаю. Послушай, я расскажу свою мысль. Бросаются на амбразуры. Точно так же есть люди, которые вообще не понимают, что происходит. Они прячутся в блиндажи, они бегут искать убежище и говорят, господи, значит, почему мы живем в это страшное время, когда люди танцуют в храмах или топчут по звездочкам? Нет, вот смотри, танцуют в храмах — это одно. Да, это такая была некая история. Это было проявление совершенно одного порядка. Вот я представляю себе Фарбера, человека, который совершенно случайно попал в какую-то разборку с деньгами, уехал из города в деревню. Значит, явно это человек, который под ноги не смотрит. Он ходит с высоко поднятой головой и видит какие-то горизонты перед собой. Да, он выходит, а тут люди, уже наученные правильному пиару, правильно понимающие, как прославиться, они в этот момент начинают ему кидать под ноги звездочки. Кто по ним прошел? Фарбер. Ну, он знал, что это будет. Откуда мы знаем? Да ладно, он знал, что это будет. Ну, откуда мы знаем? Это действительно было красиво. Еще раз, это было, с одной стороны, красиво, а дальше вопрос, корректно это или некорректно. Вот выходит человек из тюрьмы, да, за него боролись, я подписывал письма, куча, тысячи людей, да, деньги собирали, все что угодно. Вот я понимал, что, скорее всего, так будет, но вот сам финал, подожди, вот сама картинка, вот этот проход по звездам и долгое такие объятия. Миша, вот я между быдлом и интеллигентством выбираю быть аристократом. Аристократ это человек, который, не тот, который держит вилку в неправильной руке, а тот, который не замечает, как это делают другие. Вот если бы не заметили, что там сплясали где-то пусси рай, если бы не заметили, почему там прошел фарбер, ну, не заметили, ну, мало ли, у человека глупость какая. Сколько людей жгли американский флаг, сколько людей всячески пытались выставить не интеллект, да, свой на передний план, а информационный повод создать с собой, да, это как бы такие звезды однодневки. Ну, он вспыхнул и прогорел. А если мы не заметили, ну, и второй человек уже на это не пойдет, и третий на это не пойдет. Тем, что мы придаем такое огромное значение подобного рода выходкам, люди, ну, именно нет, почему не хочется. Потому что не хватает, на самом деле, вот честно, не хватает красок, ну, правда, не хватает красок. Ну, слушай, ну, есть вот эти депутаты Государственной Думы, которые ходят там за что-то, голосуют, они все на одно лицо. Я действительно вот разницу между ними не понимаю. Я вообще не вижу это в таком свете. А здесь есть какие-то краски. Абсолютно в других областях жизни есть огромное количество красок. Даже если человек просто ремонтирует автомобили где-нибудь у себя в гараже, для него мировой автопром – это бешеное количество красок. Кто там по каким звездочкам ходит и кто где пляжет, ему наплевать. Он говорит, вы видели новый рисунок протекторов на Мазде? И все, и мир для него полон. Я не понимаю, почему надо обращать внимание на эту шелуху, лабуду и фигню. Но я на это обращаю внимание, поскольку я оттуда же, это я понимаю. Но почему другим на это надо обращать внимание? Я бы писал много стишков про любовь или про то, как устроен мир, вместо того, чтобы писать на политические темы и так далее. Да ладно, тебе нравится. Нравится, потому что я сам такой же, я же не скрываю этого. Мы перейдем к следующей теме, где наконец-то ты начнешь читать свои произведения. Но прежде у нас есть Андрей на линии. Андрей. Алло, господа. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Я согласен с тем, Саша, что не надо обращать внимание на то, что происходит, на такие выходки, особенно то, что произошло в храме Христа Спасителя, меня задело до глубины души, на самом деле. Потому что я человек, который пришел к религии не так давно, и я считаю, что такие выходки недопустимы. Но наиболее недопустимо то, как вели себя наши средства массовой информации, которым совершенно необходимо было это все показать, рассказать в деталях и так далее. Андрей, а как вы относитесь к тому, как вели себя правоохранительные органы? То есть я бы с вами, может быть, и согласился бы, если бы правоохранительные органы или там система не показала, что эта акция сыграла. Вот мое ощущение. А давайте мы посмотрим, что бы было бы, например, в Саудовской Аравии в таком случае. Ну, давайте посмотрим, что было бы в 41-м году. А в Саудовской Аравии, Михаил, в Саудовской Аравии все-таки это развитая страна. Вот, но там есть свои принципы. А давайте посмотрим, что бы было бы в Чечне, если бы такое случилось. Тоже развитая страна. Андрей, спасибо. Турция, нет, Турция более развитая страна, и там такое было, и там над этим посмеялись. Там как раз была история, которая называлась у нас с легкой руки Леной Военге, что было бы, если бы они станцевали в мечети. Мечети, да. Да, вот они станцевали там в мечети, и правоверные мусульмане турецкие посмеялись, и все. Почему надо все время равняться на какие-то дикости? Вот я этого не понимаю. Слушай, ну, волнует. На самом деле народ волнует эти вопросы вот веры, религии, ценностей. Да, я очень уважаю верующих людей. Сам я игностик, если вы знаете, что это такое. Агностик. Игностик. Игностик. Игностик, да, да. Я знаю про это только историю про Гайдара. Я предлагаю всем погуглить, это очень интересная тема. Ну, есть же великая эта история про Гайдара, когда он выступал перед рабочими какого-то завода, и они спрашивают, значит, ну вот, а вы кто, кто вы по религии, по вероисповеданию? Говорят, вы знаете, я агностик. И эти рабочие, тогда же не было в Википедии, вот они опухли прямо на месте, понимаешь? Ну, следующая тема у нас тоже касается, на самом деле, вот, религия, в какой-то мере, я уже не понимаю, у нас все как-то касается ценностей. Иван Ахлобыстин предлагает вести, вернуть уголовное наказание за, я знаешь, мне казалось всегда мужеловство, а оказалось это правильно говорить мужеложество или мужеложество. Которое с мужем на ложе возлежит, это понятно. Да, да, вот, он предлагает все это дело вернуть обратно, как-то это все тоже, в общем-то, практически как проход Фарбера по звездам воспринимается. Дальше уже сразу тема развилась в блогах, начали предлагать одни бойкотировать Евросеть, другие говорить, ой, значит, Самсунг устроил, ну, чтобы они, Эппл, значит, как будто будет, значит, как-то бойкотировать Евросеть, это сделал Самсунг для того, чтобы больше продавать своих аппаратов. А у тебя есть стихи по этому поводу. Давай, может, прежде чем обсудим, зачтем. Ну, раз уж я приготовился читать стишки, да, стишок называется «Активист». Зачем ты, сволочь, ел банан? На людях, не на кухне дома. Я не какой-нибудь баклан, и тут не допущу садома. Ведь без косметики, урод, но не по радуге дугея, а потому что тащит в рот, распознаю по ходу гея. И сбит, подлец, и сдан ментам, грызет края дырявой миски. И, кстати, эй, вы, парни, там не надо есть при мне сосиски. А правда же, да, есть такое вот ощущение, что у нас, ну, как-то, вот, уже непонятно. Да, что просто не так посмотришь уже, уже к ребенку боишься подойти, к чужому, симпатичному, за щечку подергнуть. Знаете, у меня была история в жизни, у меня была история в жизни, ну, давным-давно, там, 8 лет назад, я ехал рано утром на машине, я никого не сбил, но ребенок переходил дорогу, я ехал 10 км в час, и она как-то так вот о машину оперлась, и я остановился, и, соответственно, выскочил, и начал говорить, пойдем проверимся, в медпункт поедем. Она такая, нет, я в школу опаздываю. Я говорю, нет, поехали со мной, и я вдруг понимаю, как это выглядит со стороны. То есть со стороны это, наверное, выглядел какой-то мужик, значит, в черный джип, пытается затащить девочку, она отбивается, ну, ужасно просто, да? Если бы это снимали камеры наружного наблюдения, потом очень сложно было бы... Знаешь, педофил на дорожной. Сложно было бы отбиться. Вот, а я пытался помочь ребенку, ну, чувствовал как-то себя ответственно, дал свою визитку, там, встретился потом с ее родителями, все в порядке, слава богу. Действительно у нас вот, видимо, ну, это было 8 лет назад, это у меня было, видимо, гипертрофированное такое вот чувство, не знаю, религиозных, но ценностей. А сегодня оно везде, у нас что-то ты не сделаешь, то ты какую-то ценность. Нет, я как бы есть, у меня есть две позиции, да? Одна моя личная, когда я крайне, как мужчина пожилой и некрасивый, я крайне приветствую геев, потому что они в этот момент освобождают мне поляну для охоты за большим количеством женщин. Конечно, да, и так далее. В этом смысле все понятно. Но как еще и общественно озабоченное лицо, да, я считаю, что это, конечно же, какая-то фигура отвлечения, что в стране есть много всякого разного, чем бы действительно стоило заняться. Это я как лицо общественное говорю, а как лицо думающего еще и о цивилизации. Я думаю, что, конечно, как это ни парадоксально звучит, но сегодняшняя перенаселенность Земли и сегодняшняя обстановка в крупных городах и вообще сегодняшнее состояние цивилизации, оно огромное количество людей внутри программирует на то, чтобы не размножаться, потому что размножаться больше некуда. И я считаю, что количество геев в обществе прямо пропорционально тесноте пробок в городе. Вот так вот. Да, и это прямо очень легко доказать, просто не буду отнимать наше... Подожди, но чтобы не размножаться, здесь странная такая мысль, потому что я тут отдыхал на Новый год в Вьетнаме, там 92 миллиона человек. Маленькая, вы представляете себе, Вьетнам? Да. Вот Вьетнам 92 миллиона человек, а мы 140. Да, при том, что Вьетнам крохочная страна. Вообще, то есть плюнуть негде. Они, кстати, там все на мотоциклах. Я говорю, почему? В машинах тесно. Нет, если они все сядут в машины, то просто страна встанет. Ты же 92 миллиона. Конечно, конечно. У них пробки из мотоциклов, ну, в смысле из мопедов, а если в машинах, то никуда. У них таких проблем нету. Я как бы вот читал специально, нет никаких проблем ни с гомосексуализмом, ни с чем остальным, как они не обсуждают. Нет, у них, конечно же, есть гомосексуализм, это понятно и так в огромных количествах. Но проблем нету. Они не делают из этого проблемы, поэтому у них нет проблем. И они продолжают размножаться. Они как гендурас. Во-первых, мы вспомним, что Вьетнам социалистическая страна. Наверное, там есть какие-нибудь строгие правила морали и так далее. Иногда бывает, что мораль... Я видел портреты счастливой вьетнамской семьи. Окей, есть определенная общественная мораль, которая, как мы знаем, большое количество гомосексуалистов насильно женит на лицах противоположного пола, поскольку они совершенно фертильны и могут размножаться. У них рождаются дети. И никто еще не провел исследование посмотреть, что это за дети. Насколько эти дети генетически ущербны и так далее. Не хочу здесь проповедовать никакой Евгенике, упаси Господь, но, тем не менее, я думаю, что если человек не хочет размножаться, надо дать ему такую возможность, как это сделали в Китае, например. В Китае вообще ограничили. А там тоже ограничили. Там тоже ограничили. Знаешь, как они выходят из этого положения? Они просто не регистрируют ребенка. Ну и все. Нет человека, нет проблемы. Да, но ребенка надо прокормить. Да, конечно. Вопросов все-таки нет. Но это же не связано с регистрацией. Государство сказало, смотри, государство сказало, что мы зарегистрируем одного ребенка или двух детей, не более, а вот остальные... То есть у вас будут штрафы или еще что-то. В современном обществе, окей. Как может жить незарегистрированный ребенок? Он нужен ходить в школу. Значит, этот ребенок заранее обречен на рабский труд где-нибудь в отдаленной деревне. Ну, правда же? Правда. Он не может же окончить университет и стать программистом. Нет. А потом он, когда в первый класс, он приходит в местный совет. Мы готовы, чтобы были рабы? Я этого вообще не понимаю. Ну, окей. Значит, у них правоохранительные органы работают так, что есть дыры в законодательстве, и люди каким-то образом проскальзят. Можем ли мы себе представить человека без документов в России современной? Я тебе скажу по секрету. Они просто там все на одно лицо, понимаешь? Они друг друга прекрасно отличают. Они друг друга прекрасно, Миша, отличают. Ладно, это я попытался тебя подколоть. Я понимаю, да. Напомню, мне старую шутку с фильмами Мино. А ты знаешь, у нас не так много времени до перерыва остается, но тема уже больно вкусная. Надо ее обсудить. Возможно, мы ее продолжим обсуждать после перерыва. Тут одна американка три часа испытывала оргазм. Было это буквально на днях. Вот новость 9 января прошла. Значит, некая Лиз из американского Сиэтла попала в больницу из-за нескончаемого оргазма, который длился три часа. Своим странным опытом Лиз и ее партнер Эрик поделились в эфире шоу на американском телеканале ТЛС. Женщина рассказала, что после того, как ее парень покинул постель, она продолжала стонать от наслаждения. Приступы не проходили долгое время, и спустя час Лиз начала волноваться, а спустя два и вовсе паниковать. Чтобы остановить свой нескончаемый оргазм, который уже становился болезненным, девушка пыталась расслабиться и даже прыгала на месте, но все оказалось напрасным. «Сначала я прыгала, но это не помогло. Потом выпила вино. Но что бы я ни делала, все равно не могла остановиться испытывать оргазмы», говорит женщина. В итоге Эрику пришлось везти свою возлюбленную в больницу, лишь там ей смогли помочь. По его словам, в отделении все взгляды устремились именно на него, но он и сам не знал, что происходит с Лиз. Врачи думали, что пациентка рожает. В общем, час они ее успокаивали, этот организм. Девушка три часа испытывала удовольствие. Я написал стишок на эту редкую для поэта тему, потому что все про любовь, про любовь. А я написал стишок, который называется «Оргазм». «Оргазм бывает ярусным и звонким, и быстрым, и по многу раз подряд, и нежным, и мучительным, и тонким, и освежающим, как мятный лимонад, таким, что пробирает до печенок, таким, что стоны, крики, караул, не веришь? Так иди спроси, девчонок, у нас все проще. Кончил и уснул». Знаешь, честно, скажи, пожалуйста, вот, наверное, этот вопрос возникает у всех. А ты веришь, что это было на самом деле? Откуда я могу? Нет, вот, знаешь, я когда читаю такие новости, мне кажется, что это, ну, такая наколка, то, что называется. То есть, ну, как бы, может быть, было полчасика, но чтобы три часа, ну, правда. Нет, ну, человек же, человек-машина же, мало ли какие контакты замыкает в машине, да, компьютер же может зависнуть. Пока админ прибежит, он может и три часа висеть, и четыре часа висеть. А если бы, может быть, она и умерла бы через полгода, например, если бы не нашлось врача. Да, например. Нет, ну тут я вообще никогда не вырабатываю такого отношения, верю я или не верю в то, что пишут в газетах. Ты всему веришь? Я верю только научно подтвержденным фактам. Или тому, что сообразуется с моей картиной мира. Женщина, которая кончает полчаса, и нужно... Полчаса, ну... А сколько? Три часа, извиняюсь. Три часа, три часа? Три часа. Не, ну и полчаса, поверь. Нет, блин, три часа, и дальше час врачи успокаивали. Ну, окей. Понимаешь, то есть четыре, видимо. Да, да, ну может быть. Ну, почему нет? Может быть. Да, ну может быть. Должен же быть такой один хотя бы случай описан. А медицина же описывает самые фантастические вещи. А ты, кстати, кому здесь больше в этой истории завидуешь? Я, честно говоря, вот этому Эрику возлюбленному. Он мужик. Я в этот момент завидую себе. Потому что я, как говорится, не стал участником ни с той, ни с этой стороны. Да, этого совершенно невероятного ужаса. С другой стороны, представляешь, теперь Эрик будет везде выходить, говорит, ну, три часа. Это мне напоминает поедание гамбургеров. Ну, один гамбургер съесть нормально, но когда они на конкурс имени Макдональдса начинают съедать по 800 гамбургеров, и некоторые люди потом умирают от разрыва всего внутри себя. Ну, это вот какая-то такая же история. А выжившие ходят в истории. Конечно, надо было сразу девушке делать больно, чтобы у нее переключился, как говорится, нервный этот самый. Да он напоить ее даже пытался, ничего не сработало, понимаешь? А надо было оплеухнуть, давай-то как в кино, и все. Ой, твоими советами мы далеко не уйдем. В общем, у нас перерыв на рекламу, а потом вернемся в блокпост. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Блокпост опять в эфире. Меня зовут Михаил Гуревич. В гостях у нас Александр Елен, поэт, запятая песенник. Телефон в студии тоже за это время не изменился. 65, 10, 99, 6, код города 495. Так же, как работает и сайт finam.fm на странице программы Блокпост. Пишите, да воздастся вам. Движемся дальше. Мы возвращаемся немножко в политику, но такое тоже, знаешь, инфотеймент-политику. Тут сайт YouGov по заказу американских журналистов сделал такое глобальное исследование людей, которые вызывают наибольшее восхищение в мире. И вот тут я скорее верю в трехчасовой оргазм, чем в этот опрос. Ну, подожди, давай я сначала расскажу все подробности. Значит, 14 тысяч человек были опрошены в Великобритании, Франции, Германии, России, США, Австралии, Пакистане, Индонезии, Индии, Китае, Египте, Нигерии и Бразилии. Вот, то есть, в целом, это население этих стран представляет более половины населения всей планеты. Ну, это и самые такие густонаселенные страны мира. Значит, первое место занял Билл Гейтс, второе место Барак Обама, а третье место Владимир Путин, который героически опередил Папу Франциско. Ну, чуть-чуть, да. Ну, у меня вот первый вопрос возникает. Вот меня, знаешь, я пока не видел все подробности, тут дальше есть расклад по странам, который все объясняет, я думаю, пройдемся. Но я сначала, когда прочел эту новость, подумал, вот, я не знаю, я не хотел бы быть даже десятым, если первый Билл Гейтс. Может быть, это я такой-такой МАК-пользователь, и поэтому, ну, на первом месте Билл Гейтс. Ну, мы начнем с того, что если бы не Билл Гейтс, МАКу незачем было бы гнаться и наоборот. Это как демократическая республиканская партия. Они существуют только в противодействии друг другу. Да, один без другого не может. Во-вторых, я честно вам, вот прям честно скажу радиослушателям и тебе, что я очень горд тем, что Владимир Путин на третьем месте. Окей. Горд я потому, что это говорит о том, что Россия в мире пока еще не пугала, хотя очень все время хочет им стать. У России огромный кредит доверия, да, потому что понятно, что когда мы говорим Билл Гейтс, мы говорим компьютеры, да, когда мы говорим Барак Обама, мы говорим американский империализм. Когда мы говорим Владимир Путин, мы говорим альтернатива американскому капитализму. Да, то есть мы все время что-то понимаем под этими именами, мы понимаем некие явления. Да, я думаю, что, ну, условно говоря, если бы в тот момент президентом России был Медведев, и об этом было бы известно по всему миру, наверное, вместо Путина бы назвали Медведева, имея в виду именно Россию. Да, и этим третьим местом России дан кредит доверия, мы еще что-то можем сделать в этом мире, если мы будем идти по восходящей, а не по нисходящей, как мне кажется, как мы идем последнее некоторое количество времени, судя по всяким международным событиям. Ну, знаешь, интересно, я дальше просто просмотрел этот топ, а на пятом месте Сачин Тендукулар. Знаешь такого? Нет. Я тоже зашел в Википедию. Тендулкар. Тендулкар, да. Я зашел в специальную Википедию, поискал, про Тендулкара нету ничего на русском языке, есть на украинском, поэтому вот я на русском не смогу, прочесть смогу, как-то на украинском. Как у меня получится? Переведи, чтобы вы понимаете. Значит, Сачин Рамеш Тендулкар, индийский гравец у крикет, один из наикрайших бетсменев в истории всего виду спорта, чемпион свиту. Чемпион мира по крикету. Да, по крикету, я так понимаю, да. Ну, окей. Один такой человек сразу нивелирует весь этот опрос. Я все свои слова, которые я сказал, только что беру обратно. Берешь обратно, да? А дальше Си Цзиньпинь, ну, как бы китайский видер. А, значит, очень интересно по странам. Значит, в Великобритании на первом месте королева, на втором Барак Обама, на третьем папа, причем королева 18%, так серьезно. В Австралии Барак Обама, королева Елизавета, папа. В Бразилии папа Анжелина Джоли Сильвио Сантос. В Китае Билл Гейтс. И вот тут 18%. Я думаю, за счет населения он, собственно говоря, Китай предопределил вообще-то весь топ. Да, и Путин. Да, и Путин. Путин, кстати, есть только в Китае, в России и в Германии. Все, больше нигде. В Египте очень забавно. Абдель Фатах Аль-Сиси, это тот, кто диктатор сейчас у них. А Мухаммед Мурси, он на втором месте, который сидит в тюрьме. То есть и Билл Гейтс на третьем. У них, видимо, через Windows был такой плебисцит, кто популярнее. Во Франции Барак Обама, папа Николай Саркази. Соответственно, в Индии вот тендокуляр. Барак Обама, Нарендра Моди. Ну, сложно как-то. В Индонезии Барак Обама, Кристиана Рональдо, Леонель Месси. Вот это страна. Кстати, вот это я уважаю. В Нигерии Барак Обама, Билл Гейтс, Алика Данготе. Ну, наверное, наиболее все же в Пакистане местные ребята. Ну, Билл Гейтс на втором месте. В России, значит, на первом месте с самым большим по стране результатом, первое место среди всех стран, Владимир Путин, 24%. На втором месте Билл Гейтс, 6%, 6,6%. 5,2% Анжелина Джоли, дальше Ангела Меркель, Алла Пугачева на пятом месте, на шестом Мадонна, Барак Обама на седьмом, Михаил Ходорковский на восьмом, Королева Елизавета на девятом и Эдвард Сноуден на десятом. Вот. В США Папа на первом месте 21%, так серьезно. Барак Обама на втором, Билли Грэхэм, Джордж Буш, Билл Гейтс, Опра Винфри, Далай Лама, Билл Клинтон, Раш Лимбах и Хиллари Клинтон. Я думаю, что, Миша, мы с тобой знаем прекрасно, что такое интернет, что такое хосты, что такое индекс цитирования. Если бы мы сравнили с индексом цитирования... Нет, если бы мы сравнили это с индексом цитирования или там с количеством появления имени в прессе, то это бы коррелировалось бы просто однозначно. Потому что люди, кто самый влиятельный человек... Человек не думает в этот момент на влиянии... Нет, это было восхищение. Он ставит на галочки напротив ремен, которые он слышит чаще всего. Вот и все. То есть, если бы, например, в период этого опроса не было бы скандала с Эдвардом Сноуденом, а было бы это, например, сегодня, то про Эдварда Сноудена никто бы не вспомнил. Эдвард Сноуден, как известно, это военка наших дней. Да, если бы уже... Ванга... Конечно, Ванга, в смысле. Ванга, да, Ванга. Ванга, он пророк. Он каждый раз нам что-то рассказывает, мы не знаем как. Ну, скорее уж, Ассанж должен был бы быть гораздо выше, чем Сноуден. Но он нам не рассказывает каждую неделю. Дело в том, что у нас от Сноудена каждую неделю есть новость. Откуда-то он рассказал кому-то, в основном Гардиан, о том, что Америка слушает еще и вот этих таким образом. Как заявил Сноуден, как сообщил нам Сноуден. И каждую неделю мы получаем вот эти новости. Больше всего в этих историях мне нравится, что взрослые люди, абсолютно взрослые люди в костюмах, в галстуках, с щитами в банке все время не вылезают из этой песочницы. И они никогда не говорят о вещах, как о вещах. Они все время говорят общими терминами. Например, Америка против России. В этот момент у меня прям сразу видится какая-то игрушка в виде дяди Сэма против игрушки в виде, я не знаю, там, Владимира Владимировича Путина или Мишки, может быть, Себурова, которые там в песочнице бьют друг друга лопатками. Потому что Америка против России — это фраза, не имеющая никакого смысла. Или наоборот. Или, например, кто самый влиятельный человек в мире, отметьте, пожалуйста, пунктиком. Ни вопрос не имеет смысла, ни ответы эти не имеют никакого смысла. Но это топы. Это просто индекс узнавания некий. А при чем здесь влияние? Не, ну бывает же, знаешь, есть антирейтинг, есть рейтинг. На самом деле люди, которые имеют влияние в мире, они тоже всем известны, да? Но специалисты об этом могут говорить. А у тебя есть свой топ, кто у тебя вызывает восхищение? Ну, наверное, да. Я, может быть, прямо сейчас сходу не готов. Ну, хотя бы троечку. Есть люди, которые на меня не поймут. Вот люди, мнение которых мне все время интересно. Ну, Александр Петрович Никонов, например, мой любимый писатель и философ, который только что написал книжку «Сцилла и Харибда» по поводу того, что политика есть искусство маневрирования между правым и левым лагерем. Как раз о том, с чего мы начинали сегодняшнюю беседу. Но это вот опять же уважение, да? Это же не восхищение. Почему? Есть люди, сегодняшняя как бы тема такая, есть люди, которые продуцируют идеи, а есть люди-агрегаторы, которые собирают все идеи, спродуцированные в какой-то области, и делают их анализ, и дают некий дискурс того, как будет развиваться та или иная тема. Это и есть самое интересное. И это настолько интересная тема, что в этот момент я даже не понимаю, при чем здесь женщина, которая три часа испытывает оргазм, или кто-то, кто ходит по звездочкам. Это вообще ни о чем. Если бы опрос был сегодня, Лиз вошла бы в десятку, я считаю. Потому что восхищение... А как она повлияла на всех женщин? Они же сразу комплекс неполноценностей. А мужики? С их тремя-четырьмя минутами. Понимаешь, мы так не остановимся. С их слабого результата. Снова вернемся туда же. То есть все эти опросы не имеют никакого смысла. Но это красивая инфографика. То есть у меня ощущение, что люди как сегодня потребляют информацию? Невозможно же читать много. Во-первых, нет времени. Во-вторых, это все в интернете. В интернете должно быть все красиво. Там же технологически у нас все возможно делать. Поэтому все должно прыгать, переливаться, менять цвета и так далее. А здесь тоже опросы распечатал. Это прямо прикольно, я тебе хочу сказать. Тут, знаешь, все эти топы, фотографии лидеров в каждой из этой конкретной стране с очертаниями страны. И ты не читаешь, а прямо так просматриваешь, и хреново тучи информации. Да, но эта информация, вот если человек прямо обладает некими аналитическими способностями, все время думает о том, что же происходит в мире на самом деле, для него это, конечно, настоящая пустышка. Ну, это какой-то материал для... Ну, окей, значит, они провели опрос подобным образом, они получили такие ответы. Это значит, что пиар-служба Путина в России работает прекрасно, а в Англии, в Америке лучше работает Папа Франциск на первом месте. Значит, там отлично работает католическая церковь, пиарщики ее, да? Это все время битва пиарщиков. Вот. Ответим другому, да? Давай перейдем. Это означает, что по-настоящему влиятельные люди прячутся за этими фамилиями и возглавляют их штабы. Понятно. То есть вот этот топ, в общем-то, штабов пиарщиков. Пресс-секретарь вот этого чувачка, который играет в крикет, где он? Давайте дадим ему Нобелевскую премию. Он ее точно заслужил. А у Папы? Слушай, там пресс-секретарь Папы, он просто крут. Мы сейчас опять оскорбим чем-нибудь религиозные чувства. Я предлагаю съехать с темы Папы. Ладно, давай тогда снова поговорим о селебрити. У нас не так много времени остается. А ты у нас все же из шоу-бизнеса. Давай про селебрити на Новый год. Ну, каждый год происходит что-то подобное. То есть Прохоров опять на этот Новый год с девчонками в Куршавеле Куршавелил. А Собчак... Мы решительно это осуждаем. Осуждаем. Мы, во-первых, осуждаем... Мы... Я, как человек маленького роста, решительно осуждаю его рост. Я считаю, что это оскорбительно по отношению к мне. А ты это осуждаешь подпрыгивая? С высоты своего возраста. Я старше Прохорова. Я... Меня очень... Меня очень расстраивает, что ему возят автобусами девушек, а мне нет. Поэтому я воздержусь от... Собчак публикует фотки с задницы своей мамы. В Инстаграме, серьезно. Там написано матом, ну, на английском. И дальше, как бы, пользователи переводят правильно, там Собчак перевела или неправильно, обсуждает перевод. Мы знаем, как правильно пишется Майами Бич, да? Да, вот. А Ходорковский даже поучаствовал. Он приехал в Израиль, вот сегодня буквально обошла Facebook фотографии, где он с котиком. Реально, он гладит котика. Ходорковский и коте. Ну, отлично. Вот, да. Ну, если людям это доставляет радость, я считаю, что это очень... Это прекрасные люди, которые умеют доставить людям радость. Сфотографироваться с котиком, снять маму в прикольных шортах. Люди работают тяжело. Вот это надо понимать. Я как человек шоу-бизнеса, я это понимаю. Человек работает тяжело. 8 часов в день сидит в ненавистном офисе или стоит на ненавистном заводе или даже любит свою работу. Неважно. Он приходит, он устает. Ему надо отвлечься. Ему хочется посмотреть на красивых, разряженных идиотов по телевизору. Ему хочется послушать красивые, прекрасные, волшебные голоса. Ему хочется посмотреть на попу мамы, на маму попы, на что-нибудь такое, что отвлечет его от станка или компьютера. Ну, в смысле, таблицы. Как бы мне тебя отвлечь от твоей прекрасной тирады? Может, ты прочтешь свое произведение как-то по этому поводу или воздержишься? Ну, я не знаю. У меня тут был подготовлен еще один небольшой стишочек. Я вот тебе даже... А, да, вот же, вот же, вот же правда, да. Скандалы, интриги, расследования как раз посвящен Ксении Собчак. забывает принести свое произведение, приходится ему помогать всеми правдами и неправдами, чем мы и занимаемся. Давай. Да. Скандалы, интриги, расследования. На вылете из города Майами раздели негра Ксению Собчак. И все белье, сорвав с нее слоями, нашли масонский потайной рычаг, что Русь ввергает в смуты грязь и пропасть, включая цепь кровавых страшных бед. Еще там кое-где вращалась лопасть во тьму, преобразующая свет. И меж грудей был мощный генератор потока самой неуемной лжи. Про кто тут враг, а кто тут реформатор, про депутатов Сочи и Анжи. А Риту Симоньян Шмонали в Бресте давным-давно, но люди говорят, что у нее в каком неважном месте стоят врата, отверзнутые в ад. Спасибо. Так, это все в программе Блокпост звучит на радиофеном.фм в исполнении автора. Автор Жот. Александр Елин. Последняя тема. Давай поговорим про тебя. Я уже говорил, что я перепрыгиваю с шестка на шесток. Помимо того, чтобы просто слушатели понимали, Саша человек, на текстах песен, которых, я думаю, выросло несколько поколений, а в всяком случае, воля и разум, это было мое детство. Наверное, такого, как Путин, это было уже... Больше 10 лет назад. Да, уже что-то другое детство. Да. Вот. Соответственно, круто ты попал на ТВ. Что там еще было? Люлик солнышко. Я ни разу не слышал этой песни. Ну, неважно, да. Я считаю, что последний удачный мой проект, предпоследний, это группа Рапфак, со всякими политическими смешными песнями. который написал такого, как Путин, да, потом написал наш дурдом, голосует за Путину. Это к тому, что надо вставить паруса по ветру. А мы об этом говорим сегодня. То есть менять свои взгляды по ходу. Обязательно, обязательно. Хотя и то, и другое, на самом деле, две стебные песни абсолютно в одном и том же русле. Была у тебя еще песня, кажется, «Сам ты Наташа», да? Да. И сейчас у меня прекрасный проект «Крем Марго». Крем Марго. А вот, а как это? Вот такое все разное в одном человеке? А если вот люди слушали стишки мои внимательно, то я все время пишу от какого-нибудь лица. Это то, что называется либретист. Либретист же пишет партии всех персонажей. У нас в гостях поэт, запитая песенник, либретист. Да, он же пишет от имени разных персонажей. Я всегда пишу от имени какого-нибудь персонажа. Иногда от себя, но тоже как от персонажа. Но по ходу дела тебе хочу сказать, что персонаж с рока подсел на попсу, а скатился до шансона и теперь ударился в джаз. Я ни во что не ударяюсь и не скатываюсь. Я слушаю огромное количество музыки, делю ее только на хорошую и на плохую. Никогда в жизни у меня не было предпочтений вот этому стилю по отношению к тому. Мне кажется, что в любом человеке, который слушает музыку с начала 70-х годов, не было никакой разницы между, условно говоря, Боннием и Пинк Флойд. Это была музыка для танцевать, но тоже хорошая. А это музыка слушать и умничать, тоже хорошая. И Кинг Кримсон был нормальный. И Битлз были совершенно развлекательные поп-группы. Никакого противоречия не было. И раз уж у нас тут время к концу, то я автобиографически как бы вот про себя стишок прочту. Он называется «Клоун». И он очень коротенький, но я его очень люблю, потому что он искусно сделан, как мне кажется. Заложен нос. Заложен дом. Часы пробили брешь. С трудом я мог бы жить трудом. А тут кураж, манеж. Скажи, пожалуйста, а какой кураж, манеж будет популярен в этом году? Скажи, с точки зрения музыки. Мы хотим поговорить. Мы же все. Мы закончили темы, все эти актуалии. Как и все предыдущие годы, будет популярна попса. Она так и называется. Не, подожди. Был шансон, джаз, хэви-метал, рок. У меня? Да. Я занимаюсь проектом «Крем Марго». Это первая в России электросвинг группа по-русски. И ты в этом году будешь писать все туда? Да, это моя прям тема. А помимо вот этого электросвинга, что еще будет популярно? Все, что было популярно в прошлом году, будет популярно в этом. Это очень просто. Новые имена делаются, к сожалению, не проектами типа «Голос». «Голос» просто показывает, какие есть инструменты для продюсеров и для авторов. Ты, кстати, смотрел, да? Да, я смотрел с огромным удовольствием. Это красивое шоу, прекрасно сделано, эмоционально. Да, отличные ребята поют. Между прочим, последняя сенсация. Израильский проект «Х-фактор», где гастарбайтерша из Филиппин, 48-летняя смешная толстушка, вышла и спела так, что Монсеррат Кабалье немедленно бы сошла со сцены, а Фредди Меркури бы пел с этой филиппинкой. Просто какой-то фантастический голос у дамы, и это прямо тема. Эти проекты выдают на гора очень много талантливых певцов, которые, к сожалению, не становятся в массовом количестве мировыми звездами, потому что материала для них нет. Материал пишут либреттисты, вот они. То есть ты есть, но тебя немного. Ну, я же не могу писать каждый день по 10 хитов. Хит — это вообще такая штучка. А потом не пропадает. То есть голос прошел, все они спели. Ну, какое-то время, да, какое-то время проходит. Мы разве помним сейчас финалистов «Фабрик звезд», например, или там, если их не брали продюсеры, и каждый, условно говоря, в месяц не писалась песня, не писался альбом в год, да, не подкреплялся клипами, как только не было репертуара, материала, мы не видим этих людей. Все. Вот так, не видим. Это был Александр Елен, меня зовут Михаил Гуреевич. Программа называлась «Блог-пост». Через неделю вы снова будете с нами.